Вместо привычных 128 и 132 тенге, 134 и 137 тенге за литр. Резкий рост цены бензин самой ходовой марки наблюдается почти на всех автозаправках города. В выходные дни стоимость АИ-92 возросла на 2, а местами и на 5 тенге за литр. Правда, заправиться даже задорого могли далеко не все автолюбители. Шимкенцы столкнулись с неожиданным дефицитом. На многих АЗС заправиться без проблем смогли только обладатели клубных карт или талонов. Пробки на заправках на буквально по всему городу. Водители длительное время проводят в ожидании очереди. Со вчерашнего дня с заправкой проблемы. Очереди такие. Вчера на многих АЗС не было бензина. По городу колесил и скал. На многих заправках бензина вообще не было. На других заливали максимум на 2000 тенге. Потом все резко цены подняли. Почему никто не контролирует? У нас же свой нефтеперерабатывающий завод. Дефицит на внутреннем рынке в ассоциации юридических лиц Жанар-Жагармай, куда входят почти все автозаправочные станции области, связывают с тем, что шимкенский НПЗ еще не вышел на полную мощь. Автозаправочные станции области недополучили около 10-12 тысяч тонн бензина АИ-92. Такая же ситуация с дизельным топливом. В то время как ежемесячная потребность региона составляет порядка 25 тысяч тонн. С дефицитом бензина столкнулись не только шимкенцы. Жители Петропавловска и Астаны также забили тревогу. Местные АЗС выдают по талонам и только 20 литров в одни руки. Там проблемы объясняют недавним повышением цен на ГСМ до 128 тенге за литр. Однако в Минэнерго утверждают, что в скором времени самая ходовая марка бензина вернется к прежней цене. К слову, не менее длинные очереди уже несколько дней наблюдаются и на шиномонтажках города. Зима, как, впрочем, и всегда застала автовладельцев врасплох.